Комплексные числа замечательны тем, что для них верна так называемая основная теорема алтума. Любой многочлен разлагается на множители линейные. То есть есть степень многочлена первая, то его один корень, если и вторая, то учет в красности два корня и так далее. Это интересно и замечательно, но сейчас я не хочу доказывать основную теорему алтума, хотя это замечательная красивая теорема. Но хочу провести очень простую иллюстрацию. Одна очень простая картинка. Представьте себе, что у нас есть какое-нибудь комплексное число А плюс Б. И мы хотим извлечь из этого числа квадратный путь. То есть решить уравнение. Х плюс и у в квадрате равняется А плюс Б. А и Б – это данные вещественные числа. Познанодатель Малогов утверждает, что если хоть одно из чисел А и Б отличное от 0, то будут два разных корня. Во-первых, где они будут, если понимать геометрическое определение умножения? Очень-очень просто. Нужно взять вот этот угол, разделить его пополам и взять такую длину, чтобы она в квадрате равнялась бы А квадрату с углом. Это будет один корень. И взятый с минусом будет другой корень. Так что, если рассмотреть этот угол, и у него будет тангенс равен Б разделить на А, то нужно по большому счету найти тангенс половины угла, у которого тангенс известен. Это один подход. На предстоятель геометрические формулы все получится. Другой подход. Просто ввести в квадрат здесь и посмотреть, что у нас будет. х квадрат минус у квадрат плюс 2ху и это А плюс Б. То есть фактически мы должны решить систему. х квадрат минус у квадрат это А, 2ху это Р. Ну, опять, можно сделать так, вот это вот развести в квадрат и прибавить возведенное в квадрат такой точку. х квадрат минус у квадрат в квадрате плюс 4х квадрат у квадрат это А в квадрате плюс А в квадрате. Другими словами, если раскрыть, то получите х в квадрате минус 2х квадрат у квадрат плюс у в четвертой и плюс 4 минус 2 плюс 4 это 2. Получается, что х квадрат плюс у квадрат в квадрате это А в квадрате плюс Б в квадрате. Ну, или еще по-другому. х в квадрате плюс у в квадрате это корень из А квадрат плюс Б квадрат. Можно было вот это все не делать. Потому что, фактически, что здесь написано? Здесь написано модуль вот этого числа. А естественно, что если у вас есть число в квадрате, равное другому, то модуль этого в квадрате равен модуле этого. Ну, соответственно, х квадрат плюс у квадрат, Возведенная в квадрат, это будет так, вот так, плюс b квадрат, или если угодно. В общем, все понятно. Все понятно. И я могу вот это равенство вместе с этим сложить и разделить на 2. А потом, наоборот, я из этого равенства вычту вот это и тоже разделю на 2. Получаю следующие формулы. x квадрат, это одна вторая, так, чего? Суммы полем из а в квадрате плюс b в квадрате плюс а. Вот здесь у меня разность равнялась а, сумма равняется корню, значит, когда сложил и поделил на 2, получил. И что такое y квадрат? y квадрат, это тоже одна вторая, и здесь будет не плюс а, а минус. Правда, это еще не ответ. Это еще не ответ, потому что мы должны еще извлечь корень. Давайте. Число x, это квадратный корень из корень из а квадрат плюс b квадрат плюс а пополам. Обратите внимание, а, b это уже вещественные числа. Корень из а квадрата плюс b квадрат помогли больше или раньше, чем а, поэтому здесь все хорошо. Корень извлекается по-настоящему. y тоже самое. Все замечательно, да? Вот, и я сейчас пишу неправильное ответ. Почему неправильное ответ? Потому что корень извлекается, как известно, плюс-минус. Но если я напишу в этих местах плюс, или я напишу в обоих местах минус, то совершенно непонятно, в каком месте у меня... Сказалось, 4 решения получилось. Здесь плюс-минус, здесь плюс-минус, всего 4. А точек вообще-то 2. Очень просто. Я еще ни разу не учитывал вот это уравнение. Давайте перемножим. Пока я никаких знаков здесь не ставлю, в обоих местах ставлю плюс. И перемножим. Что в таком случае получится? Смотрите, здесь возникает сумма, умноженная на разные стержи чисел, возникает, проще говоря, b в квадрате, правильно? Ну, корень он остается. Под корнем у нас в числителе стоит вот это вот b в квадрате, а в знаменателе стоит четверка. Ну, четверка это не страшно, потому что как раз, когда на 2 умножим, 2 умножим на корень из 4, это как раз угодно. А вот то, что стоит корень из b в квадрате, это, конечно, плохо. Потому что b не обязательно равняется корню из b в квадрате. Значит, мы должны сделать так. мы должны в одном из этих мест умножить на знак числа b. И после этого, либо оба числа взять с плюсом, либо оба числа взять с минусом. И вот это уже будет ответ. То есть квадратный корень мы научились извлекать.